Доброе утро. Меня слышно? Да? Хорошо. Я надеюсь, даже уверена, что все проснулись уже после такого интересного доклада Анны и Дмитрия. Мне тоже было очень интересно на самом деле послушать, потому что у меня не идентичная, наверное, сфера специализации, но тоже касается здравоохранения. И я думаю, что очень здорово, что мы вообще говорим сегодня о специализации. И я хочу сегодня, собственно, поговорить как раз о том, хорошо это или плохо, если ты специализированный переводчик, и как же искать в таком случае клиентов, если ты все же для себя выбрал как стратегию работать в определенной какой-то теме или в каких-то нескольких связанных между собой темах. И хочу у присутствующих сразу спросить, кто из вас считает себя в принципе специализированным переводчиком? То есть у кого какая-то есть такая определенная специализация? Поднимите, пожалуйста, руку. Я бы сказала, что в меньшинстве, наверное. Окей. А кто считает себя более таким универсальным переводчиком, то есть берется за разные темы? Немножко больше, наверное, людей. Ну, то есть абсолютно оба подхода имеют право на существование. И давайте тогда знакомиться. Меня зовут Анна. Я занимаюсь переводами достаточно давно уже, еще с первых курсов университета. И последние где-то 11 лет я работаю в такой достаточно узкой сфере. То есть это здравоохранение. И даже более узко на самом деле большинство моих заказов, они на тему ВИЧ, СПИД, какие-то другие инфекционные заболевания, их профилактика, лечение, работа с уязвимыми группами и так далее. И хочу рассказать о том, как я к этому пришла, собственно, да, как я оказалась там, где я сегодня нахожусь. Это произошло не сразу. То есть я вообще по образованию экономист-международник. То есть теперь в начале своей карьеры я работала в отделах там импорта, экспорта, в промышленных и торговых предприятиях. Также я преподавала английский язык на кафедре, там, где училась. Была там репетитором, в общем, разными другими там вещами, такими занималась. И потом в 2008 году я переехала из Запорожья. То есть моя малая родина недалеко находится от того места, где мы с вами сегодня проводим нашу конференцию. Я переехала в Киев, и оказалось, что в Киеве, собственно, есть вакансии вообще переводчиков в компаниях, потому что в Запорожье это было очень-очень редким таким явлением. Я на тот момент рассматривала для себя вот именно штатную работу. И первые два года в Киеве я работала переводчиком в коммерческом банке. И мне казалось, что это вообще такое бинго, потому что, с одной стороны, это банк, то есть это экономическая, такая финансовая тематика, то, чему я, собственно, училась. Но переводческое образование у меня тоже есть, я параллельно его получала. И с другой стороны, я смогу, наконец, заняться переводами в какой-то определенной сфере. Потому что до этого я всегда параллельно занималась переводами, но это было так. То есть это были либо заказы для бюро переводов на любую там тему, которую мне предлагали, еще и за это платили деньги. Да, конечно, почему бы и нет. Либо это были какие-то там знакомые, которые, не знаю, купили магнитофон, например, ну потому что это давно еще было, и инструкция была только на английском языке. То есть просили перевести, я тоже бралась за это, бралась там за переводы, не знаю, инструкции к какому-то промышленному оборудованию, да, каким-нибудь там станкам, которые на завод привозили. Но сейчас, конечно, немножко с ужасом об этом вспоминаю. Но, с другой стороны, наверное, на начальном этапе карьеры специализироваться достаточно сложно, да, и нужно себя действительно попробовать в разных видах перевода, в разных тематиках, для того, чтобы, собственно, понять, а что тебе интереснее, что тебе ближе, что у тебя лучше получается, и что, собственно, востребовано на рынке, и потом уже какие-то решения дальнейшие по специализации принимать. И потом, после банка, я стала работать в благотворительном фонде международном, вот, собственно, который занимался вопросами здравоохранения, и это было такое, наверное, одно из самых правильных решений в моей жизни, профессионально и так точно, как я считаю, потому что это дало мне, собственно, мою специализацию. И что мне дала работа в штате, это глубокое погружение в тему, и не только термины, да, но и то, что за ними стоит, потому что, конечно, мы как фрилансеры, мы тоже готовимся всегда к каждому заказу, к каждому мероприятию, к каждому переводу. Мы там сами составляем глоссарии, плюс просим заказчиков выслать нам материалы. Вот, то есть подготовка происходит, но все равно, когда ты там месяцы, годы работаешь в каких-то проектах, программах, да, с определенной тематикой, то ты действительно погружаешься в эту тему, и я всегда говорю своим заказчикам, там, либо потенциальным заказчикам, что я не разбираюсь, да, в вопросах, там, здравоохранения как медик, у меня нет медицинского образования, но, в общем-то, я могу сказать, что я разбираюсь в этих вопросах, ну, так же, как, наверное, человек, который, например, вот то, что называется, там, менеджер проектов, да, в этой сфере, то есть который должен понимать, собственно, что такое, что это за заболевание, да, как оно протекает, да, какие люди там болеют, почему, у кого какие риски, да, как можно помочь человеку, то есть какие существуют там методы профилактики, лечения и так далее, как услуги можно предоставить, то есть вот на таком уровне абсолютно я могу сказать, что я разбираюсь в этой теме на уровне вот тех специалистов, которые работают, но не являются непосредственно, там, врачами и медсестрами. А также это консультации со специалистами, это очень ценно, потому что, опять же, когда ты как фрилансер получил заказ, то тоже ты можешь задать, конечно же, какой-то уточняющий вопрос, да, но если, например, это мероприятие, которое там организует ивент агентства, в которое обратился заказчик, ивент агентства обратилось там в бюро переводов, которое ищет переводчику, то получается ваш вопрос, он должен через все вот эти уровни пройти, да, и дойти до того, собственно, человека, который сможет дать на него ответ. И не факт, что это произойдет, да. Вот когда рядышком с вами, там, в вашем кабинете, либо в соседнем кабинете сидят специалисты, и они готовы вам помочь, да, и просто что нужно от вас, это такой искренний интерес, какая-то такая здоровая любознательность, готовность расти, развиваться и, собственно, задавать эти вопросы. И контакты, то есть я здесь это выделила специально прям такими тремя звездочками, потому что именно когда мы говорим об этапе перехода, да, со штатной работы на фриланс, контакты переоценить тут просто сложно, потому что я вот уже 4 года являюсь фрилансером, и мои сегодняшние заказчики, то есть многие из них, это как раз мои коллеги с работы, то есть та организация, в которой я работала, какие-то партнерские организации, да, люди, с которыми мы пересекались там по каким-то проектам, мероприятиям. Опять же, эти люди, они готовы часто вас рекомендовать, да, если они вас хорошо знают, уже новым клиентам, и таким образом вы себе нарабатываете уже такое портфолио клиентов, которые вам позволят себя комфортно чувствовать вот в сфере фриланса. И важно очень, конечно же, найти свою тему, да, потому что, если вы сегодня работаете над одной темой, завтра с другой темой, ну, это может быть не так принципиально. Если вы в этой теме собираетесь каждый день работать много лет, это очень важно. И я, ну, поясню, что я имею в виду, например, ну, мой пример вот с банком был, да, что оказалось, что мне это не очень близко, мне это достаточно скучно, и плюс у меня не было такого, знаете, ощущения важности и нужности того, что я делаю. То есть у меня было такое ощущение, что я хожу на работу и помогаю зарабатывать деньги каким-то большим дядям, хотя не у всех есть такое ощущение, да, то есть можно рассуждать по-другому, что, да, банковские услуги нужны всем, все ими пользуются, и это очень классно и нужно, да. Я знаю, что некоторые коллеги, они, например, работают там с промышленными предприятиями, потому что это производство, это какой-то конкретный товар, который производится, да, они вот, например, какие-то там гранты, в которых я работаю, да, которые там грантаеды вообще непонятно чем занимаются, то есть у каждого это что-то свое на самом деле, но бывают такие вот примеры, как, например, я пришла от бюро переводов на какой-то синхрон, и напарница была, девушка, которую я не знала, и перевод был больше о построении там развития демократии в Украине, да, построение какого-то гражданского общества, там было очень много политиков, то есть это не было какое-то продвижение политических партий, ничего такого, но как бы политиков там было достаточно, и я целый день слушала о том, что вот, значит, эти политики вообще, какие они нехорошие люди, и то есть это было все очень эмоционально, ну, от своей коллеги, да, очень эмоционально, очень в таком негативном ключе, то есть я так подозреваю, что заказчик тоже это все мог, в общем-то, слышать при желании, да, или даже без такого желания, то есть это как бы для специализации не очень хороший вариант. Или тоже пример, тот фонд, в котором я работала, как я говорила уже, он занимался работой с уязвимыми группами населения в контексте ВИЧ-спида, это, например, ЛГБТ-сообщество, и для меня, например, это вообще, ну, никак не проблема, то есть у меня много знакомых, там, друзей, да, в этом сообществе, но, например, вот у меня был знакомый переводчик, ну, есть знакомый переводчик, который постоянно мне говорил, «Ань, ты же там в этом фонде, у вас всякие конференции, у вас там документы, отчеты, а зови меня на свои заказы, я же готов, вот, и сегодня, и завтра, и прямо сейчас». И при этом у человека, то есть такая, очень гомофобные взгляды, то есть, которые он открыто об этом говорит, там, на своей, там, страничке в соцсетях, там, да, и в каком-то публичном пространстве, ну, то есть, как бы, да, и как ты себе представляешь, там, на мероприятии будет, например, там, не знаю, 90% людей из ЛГБТ-сообщества, и тут вдруг ты с таким вот отношением туда приходишь переводить, ну, то есть, нет, не надо так делать. Это такие, да, хорошие воспоминания UT Camp 2016 года. Мы с Аделаидой Ариас из Беларуси тогда говорили как раз о прелестях и о подводных камнях штатной работы и фриланса. Адела тогда говорила вот от имени всех фрилансеров, да, а я тогда как раз говорила о том, что, в общем-то, быть штатным переводчиком тоже классно, есть свои преимущества, но время, как бы, да, идет, жизнь не стоит на месте, и где-то через год я тоже пополнила ряды фрилансеров. И тогда передо мной, собственно, стал вопрос, да, что же мне делать, то есть, либо мне диверсифицироваться, потому что большинство моих знакомых переводчиков работали с очень таким широким кругом тем, либо мне продолжать специализироваться в той теме, в которой я уже, там, на тот момент 7 лет работала. И первые такие месяцы моего фриланса, они были достаточно хаотичными. Я действительно брала в работу самые разные, там, тематики, самые разные переводы, и я поняла, что, в общем-то, ну, даже экономически мне это не выгодно, потому что, ну, вот, условно говоря, если у меня есть, там, заказ, там, на 2 часа, да, за который я выставляю, там, клиенту счет как за полдня работы, да, и если это моя тематика, то, конечно, я все равно выделяю обязательно время для того, чтобы к нему подготовиться. То есть, там, например, я выделяю час для того, чтобы сесть, просмотреть материалы, там, выписать себе какие-то, там, термины, возможно, имена, названия организации, да, там, какие-то цифры, посмотреть, там, не знаю, видео, которые собирается демонстрировать докладчик и так далее, но эта, там, подготовка будет занимать час. Если это же абсолютно новая тематика, да, то я как человек ответственный, как человек, который привык понимать, о чем он говорит, о чем он переводит, я могу к этим 2 часам сидеть и готовиться день, да, и тогда, даже если у меня будет немного выше ставка, то, как бы, особо экономически смысла в этом нет, вот, поэтому я все-таки решила специализироваться. И на том этапе, когда я стала фрилансером, я хотела также сказать о важности, как раз, вот, поддержки коллег, потому что это было, на самом деле, очень здорово, коллег, я сейчас имею в виду именно переводчики, да, переводческое сообщество, то есть мои коллеги, когда узнали, что я стала фрилансером, мне, там, подбрасывали какие-то письменные переводы, звали меня с собой, там, на синхроны, либо давали мне какие-то заказы, на которые сами не могли пойти, и это было очень классно, на самом деле, то есть даже, может быть, для меня это было не настолько важно с точки зрения, фактически, получения заказов, потому что заказы у меня и так пошли от моей, вот, да, с этой специализации, но я чувствовала, что я не одна, да, я чувствовала, что рядом есть люди, которые готовы мне помочь, меня поддержать, и поэтому я думаю, что вот участие в таких мероприятиях, как эта конференция, участие в каких-то встречах переводчиков, там, в вашем городе, например, либо в других городах Украины, даже участие в каких-то онлайн мероприятиях, там, международных, возможно, мероприятиях, это очень здорово, потому что таким образом вы вот как раз формируете вот это сообщество, которое в какой-то момент и вы кого-то можете поддержать, и вас могут поддержать, И это очень здорово. Итак, что же мне помогло занять свою нишу? То есть это, понятно, мои знания в узкой теме, которые я приобрела за время работы в фонде. Также, как я говорила, уже это контакты с моими коллегами-переводчиками, то есть теми людьми, с которыми я работала в организации. Контакты с моими коллегами-переводчиками. То есть когда я, например, мы привлекали тоже каких-то переводчиков-фрилансеров, я кого-то звала на заказы, то когда я стала фрилансером, то меня стали тоже эти люди, благодаря каким-то нашим личным отношениям и тому, что они знали о том, что я в этой теме хорошо разбираюсь, они меня уже стали с собой звать на заказы. Это тоже было очень здорово. Но определенное расширение географии. То есть, опять же, это элементарно с одной стороны. С другой стороны, немножко мы иногда тоже об этом забываем, что сегодня, если даже я там живу, например, в Украине, в Киеве, то это не значит, что мои заказчики должны физически находиться в Киеве. То есть на самом деле большинство моих заказчиков – это не украинские компании, это какие-то международные организации, это организации, которые работают в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, потому что многие программы, они на самом деле охватывают весь регион. Там рабочий язык русский получается, да, и язык международного общения английский. То есть там очень большой на самом деле спрос есть в этой сфере. Ну и, конечно, у определенных там организаций есть проекты, либо какие-то офисы в Украине, в Киеве, и то есть тут украинский наш язык нам тоже оказывается полезным. Чем я занимаюсь? Это как устный синхронный последовательный перевод, так и письменный перевод, иногда редактирование. Об этом я считаю, что важно сказать. То есть все-таки если вот брать настолько узко, как я взяла, мне бы устный перевод не обеспечил стопроцентной загрузки. То есть мне бы тогда либо пришлось, скажем так, расширять все-таки сферу своих специализаций, ну либо иметь, знаете, такую высокую толерантность к отсутствию работы. То есть, ну, с одной стороны, тут мы говорим о том, что тогда меньше можно денег заработать, если у тебя меньше заказов. С другой стороны, я себя некомфортно чувствую, когда у меня там долгое время нет работы. То есть мне уже лучше, если там какой-то тихий, например, январь или август, я не уехала отдыхать, да, то в это время взять какой-то письменный перевод, опять же, что-то новое узнать, продолжать развиваться в сфере своей специализации, плюс заработать денег, да, чем просто сидеть это время без работы. Но тут как бы каждый для себя решает, как ему лучше. И какие-то смежные темы, конечно, то есть помимо ВИЧ-СПИД, это какие-то здравоохранения в целом, реформы здравоохранения, которые в Украине у нас постоянно происходят, и постоянно там есть, что переводить, какие-то инфекционные и неинфекционные заболевания. И вот это, например, ситуация с COVID, пандемией, вакцинацией. Сейчас это прекрасно легло на мою специализацию, потому что все равно есть какие-то там общие термины в плане, не знаю, incidence, заболеваемость, prevalence, распространенность заболеваний, какие-то такие вещи, они, в общем-то, будут для всех заболевания одинаковые, да, и мне легче уже освоиться в этой теме, чем человеку, например, который никогда вообще, в принципе, ни с чем подобным не работал. Ну и да, как я здесь написала, действительно, в рабочей неделе там условно, да, говоря, там 40 часов, поэтому там 100 клиентов мне, в общем-то, и не нужно, потому что я не смогу им всем предоставить услуги в любом случае, поскольку я работаю сама там без субподряда, да, то есть достаточно 10, ну условно говоря, да, там 10, 15, там 20, то есть кто-то из этих клиентов, это будут постоянные клиенты, которые к вам обращаются регулярно, например, там каждый месяц, у них есть какие-то мероприятия, какая-то может быть там серия вебинаров, плюс есть какие-то публикации на сайт, какие-то статьи, которые вы постоянно переводите, кто-то обращается время от времени, то есть может быть там раз-два в год, и какие-то заказы могут быть разовыми, но тоже они могут быть достаточно значимыми, если это какой-то большой там перевод, либо объемный какой-то отчет, либо какая-то там большая конференция, например, или там еще что-то вот в плане устного перевода, там где вы несколько дней задействованы на каком-то одном проекте, и какие есть, как правило, опасения в связи с узкой специализацией, да, ну то вот, что мне, например, озвучивали мои коллеги, это что, если закончатся заказы, да, по моей теме. У меня такое опасение было в начале, опять же, моей работы фрилансером, да, то есть что я тогда буду делать, но для себя какое я нашла решение, ну, во-первых, психологически к этому быть готовой, то есть, ну, в принципе, действительно мир сегодня, да, там меняется очень быстро, ну, например, вот вдруг, не знаю, найдут какие-то там волшебную таблетку, всем раздадут, и все там люди завтра будут здоровыми, да, но как бы, как правило, все равно эти вещи, они не происходят так overnight, да, за один день, все равно есть какие-то тенденции на рынке, которые просто мы должны отслеживать, то есть смотреть за тем, что происходит, что там начинает, где, например, больше переводов, где меньше, какие проекты развиваются, да, какие там планы, например, на будущие годы у ваших клиентов, то есть все это принимать во внимание. И также, что для себя я стараюсь делать, это иногда так, как бы, выглядывать из своей норки, и в которой мне хорошо и комфортно, да, но все-таки смотреть, а что же происходит в большом таком мире. То есть я иногда стараюсь поддаваться, например, на какие-то проекты и вакансии, возможно, по абсолютно другим темам, с абсолютно другим там видом перевода, просто чтобы посмотреть, чтобы пройти все этапы, например, там, подать свое резюме, сделать тестовый перевод, возможно, какие-то собеседования пройти и посмотреть в итоге, предложат ли мне работу, да, то есть соответствуют ли мои навыки и знания тому, что на сегодняшний день нужно рынку. И когда тебя, собственно, зовут уже, да, на какой-то проект, когда тебе предлагают работу, то тогда даже если ты скажешь нет, спасибо, я подумала и решила, что мне хватит того, что у меня на сегодняшний день есть, то все равно тебе становится спокойнее, что, по крайней мере, если завтра твои все клиенты перестанут там, да, работать, то есть какие-то другие потенциально заинтересованные клиенты. Вот, и что еще я часто слышала, это, слушай, а тебе вообще не скучно каждый день одно и то же переводить? Я как бы, не знаю, даже так немножко зависаю на этом вопросе всегда, потому что, ну, я не перевожу каждый день одно и то же. Это же не то, что есть какой-то, не знаю, там, условный профессор, который там 10 лет выступает с одной и той же лекции, да, и я 10 лет ее перевожу. Ну, разумеется, нет. То есть это какая-то сфера определенная, в которой что-то происходит, какие-то проекты заканчиваются, новые проекты начинаются, какие-то появляются новые подходы, там, препараты, да, опять же, и так далее. То есть специалисты, они изучают все это, то, что происходит, и мы как переводчики тоже, мы развиваемся, растем и в этой сфере всей вот как бы варимся. Это явно не одно и то же. Но для меня, например, в противовес мне очень странно иногда там слышать, либо читать какие-то там посты, либо комментарии коллег, которые вот очень универсальные и говорят, что, ой, недавно вот отработал, три дня на конференции, там, по такой-то теме, так и не понял, что это. И потому что, ну, у меня тогда вопрос, окей, хорошо, если человек, переводчик так и не понял, что это, то что, собственно, поняли те люди, которые вынуждены были три дня слушать, да, это все. Поэтому, ну, тоже как бы такое опасение, я сказала бы, что не очень обоснованное. Что касается преимуществ специализации для меня, это, ну, вот уверенность в качестве своей работы, прежде всего, меньше времени на подготовку, как я уже говорила, и это также влияет и на экономические, да, то есть моменты, потому что позволяет нам как бы более там оперативно готовиться и больше каких-то возможных заказов там взять. И для клиента это стабильное такое ожидаемое качество, да, то есть оно может быть не идеальным, но оно вот какое-то понятное, и оно всегда там приблизительно такое. Отсутствие серьезных ляпов, ну, это, в принципе, то, о чем Дмитрий говорил, да, что понятно, что все мы не роботы, да, опять же, в устном переводе очень сильно зависит все от того, какой спикер, да, какая там скорость подачи, какой звук, например, да, если это особенно там онлайн. Но все равно, когда ты в целом в теме, то ты как бы подхватишь, и даже если что-то где-то выпало, то ты это там сможешь, ну, понять в целом и в общем, о чем идет речь. Вот, если человек просто слышит какие-то отдельные слова и пытается их связать в предложение, то тогда, ну, бывают достаточно смешные вещи. Я помню, что тоже переводила как-то на такой международной конференции, достаточно большой, но как-то там рандомно отбирали переводчиков, и я оказалась в кабине с девушкой, она очень хорошо, на самом деле, переводила в плане подачи, но абсолютно не разбиралась вот как бы в теме, и, судя по всему, не очень хорошо готовилась. Вот, и когда там докладчик говорил о достижении, о том, что вот мы идем к целям 90-90-90, и это такая очень известная штука, вот все, кто работает в этой сфере, они как бы знают, о чем это, то есть это стратегия ООН, которая была принята, да, с целевыми показателями вот в сфере борьбы с ВИЧ-спидом, вот, то есть человек схватил 90, да, цифру, и получилось в переводе, что мы идем к показателям 90-го года, вот, что, ну, абсолютно, в принципе, смысла как бы не имеет. Вот, и общение на одной волне, то есть это такие как бы факторы и лингвистические, и нелингвистические, потому что те темы, например, с которыми я работаю, многие из них очень такие сенситивные, да, то есть это работа с людьми с определенными там диагнозами, да, с заболеваниями, с определенными рисками, и очень важно этих людей не обидеть, то есть как бы мы не говорим даже о том, чтобы специально, но не специально, да, каким-то некорректным словом, некорректным термином, и поэтому тоже это все важно отслеживать, и проще отслеживать это, когда ты все-таки с этим работаешь постоянно. Но тоже, если такой взять пример, когда я начинала, например, работать, там, больше 10 лет назад в этой сфере, то считалось, что люди, которые употребляют наркотики, то некорректно на них говорить, например, наркоман, или если это по-английски, то это drug addict, то есть это будет плохо, да, а будет нормально сказать, например, потребитель наркотиков, либо drug user. Потом в какой-то момент, то есть стало считаться, что это тоже не ок, а правильно будет говорить именно люди, употребляющие наркотики, да, people who use drugs, и также, в принципе, почти со всеми другими какими-то характеристиками, то есть сначала люди, и потом то, что мы о них хотим сказать, потому что мы делаем акцент на том, что прежде всего это все люди. Вот. И какая моя цель вообще, в принципе, в сфере специализации? Я для себя это определила, как стать переводчиком по умолчанию, да, то есть если кому-то из клиентов, либо потенциальных клиентов, нужен перевод вот по моей теме, чтобы прежде всего они обращались ко мне, чтобы у них такая всплывала, значит, картинка и имя мое, то либо если просят кого-то о рекомендации, опять же, в этой сфере, чтобы тоже рекомендовали меня. И, то есть это для себя я определила, как то, к чему я хочу, собственно, прийти. И как же искать клиентов, собственно, если у тебя узкая такая специализация? Ну, поскольку сегодня мы на устном потоке, да, то мы прежде всего говорим об устных переводчиков, и если ты устный переводчик, это на самом деле вообще проще простого, потому что ты работаешь на мероприятиях, люди тебя слышат, люди тебя видят, да, даже если это онлайн, то, ну, все равно, в общем-то, в какой-то момент можно включить камеру, помахать всем ручкой, когда благодарят переводчиков, чтобы тоже возникла ассоциация, да, потому что вот имя и лицо там человека, да, это тот для нас сегодня переводил и переводил, например, хорошо. Поэтому такие стандартные вещи, на самом деле, как участие в конференциях, в мероприятиях, какое-то неформальное общение, опять же, те же самые визитки и соцсети, да, когда вы можете со своими клиентами, либо просто с какими-то людьми, с которыми вы познакомились на мероприятии, из каких-то других там организаций, вы можете поддерживать связь в соцсетях, опять же, комментировать какие-то их профессиональные посты, что-то сами писать о переводе и таким образом к себе привлекать внимание. Но я заметила, что действительно многие коллеги этого не делают. То есть если есть, например, опять же, какой-то тот же синхронный перевод, то человек приходит просто на заказ, видит сразу кабинку для синхронного перевода, идет сразу же туда, там максимум здоровается с техником, да, садится, открывает там ноутбук, начинает, значит, работать параллельно над письменным переводом, да, опять же, там на кофе-паузе, быстренько сбегал кофе, взял туда же в кабинку, перевод закончил, в общем-то, с мероприятия ушел, но ушел без тех там 4-5 потенциальных клиентов, которые могли бы быть, да, и если, ну, понятно, если у тебя уже и так много заказов, то, может быть, это все можно проигнорировать и действительно идти прямо в кабинку, но если ты на том этапе, когда ты нарабатываешь, да, клиентов, либо клиентов в определенной специализации, то это все определенно стоит делать на самом деле. Я хотела разобрать три таких кейса, то есть конкретных каких-то историй. Первый — это не совсем мой кейс, но он мне просто так понравился, что я хотела с вами поделиться. И вторые два кейса — это, собственно, случай из моей практики. Первый кейс — это фотограф Юля о том, как я только задумалась о фотосессии, и она почти сразу же состоялась, а потом я вернулась еще, да. Я в 2018 году, по-моему, поставила себе такие цели в сфере именно продвижения себя как переводчика-фрилансера, там что-то было о том, чтобы пройти там какой-то курс продвижения в соцсетях, потом, значит, напечатать новые визитки и сделать профессиональную фотосессию, потому что я видела такие классные фоточки у коллег, и хотела себе тоже какие-то такие вот хорошие, качественные фото. Я думаю, ну что можно сделать как первый шаг? Ну вот подпишусь, наверное, в Фейсбуке на каких-то вот фотографов, попросила рекомендации у коллег, кто с кем работал, и выбрала там, условно говоря, пять фотографов киевских, и на всех на них подписалась. Я думаю, буду отслеживать их работы и потом с кем-то вот в какой-то момент кому-то обращусь. Но поскольку Киев город, в общем-то, небольшой, да, и вообще мир тесен, то я обратила внимание, что с каждым из этих фотографов у меня где-то там до десяти общих друзей было. Ну это просто как такое, да, информация. И потом, значит, я подписалась, и как-то так все это, ну я что-то даже сделала на пути к своей цели, можно, значит, забыть об этом пока или вообще. И тут одна из девочек, из фотографов, она мне пишет и говорит, Анна, здравствуйте, я смотрю, что вы на меня подписались, но у нас с вами есть общие друзья, давайте же с вами дружить. Меня зовут Юля, я фотограф, я предоставляю такие-то услуги. Ну я как вежливый человек пишу, ну а меня зовут Аня, а я переводчица, и вообще-то я хотела себе фотосессию профессиональную. Она говорит, да, как прекрасно, а давайте тогда мы с вами послезавтра встретимся на кофе. Я вам покажу примеры своих работ, да, и мы с вами пообщаемся на эту тему. Я смотрю свой дневник, думаю, ну в общем-то, да, послезавтра могу на кофе утром. Мы встречаемся, то есть я смотрю примеры работы, мне все нравится, все подходит, мне рассказывают, как проходит этот процесс. И она говорит, ну если вы готовы, то можем сегодня забронировать время для фотосессии, потом мы можем его там поменять, да, но так предварительно, и тогда для вас сегодня специальная цена действует. Я думаю, нет, ну я как бы не собиралась сегодня, конечно, это делать, но с другой стороны, мне же фотосессия нужна, сегодня можно, собственно, да, это запланировать, еще и потратить меньше денег, а давайте. Вот, и таким образом, в принципе, после вот этой моей подписки, да, в Фейсбуке, там буквально через месяц у меня уже были мои фотографии, которые я хотела себе сделать, и причем эта фотография, это уже вторая фотосессия наша семейная, для которой мы тоже пришли к тому же фотографу. Я также Юлию рекомендовала там несколько раз коллегам, когда меня спрашивали, что, знаешь, вот какого-то хорошего фотографа. И, конечно, ну в переводе это прямо так не работает, безусловно. Мы не можем так же, да, искать клиентов, но в то же время я что хотела показать, что все эти другие фотографы, да, на которых я вначале подписалась, они, наверное, тоже очень классные, я уверена даже, да, что это очень хорошие фотографы, которые тоже делают хорошие фотографии. Но поскольку вот именно Юлия проявила такую инициативу, да, какую-то такую клиентоориентированность и такую вот позицию, то, собственно, мы с ней и работаем, и через меня она нашла еще нескольких клиентов для себя. Следующий случай, это конкретно уже мой переводческий случай, выигранный тендер и Василий, да, о том, как я выиграла тендер, но заказов так и не получила, пока не встретила Василия, который увидел во мне человека. Все так и было. Я, значит, смотрю, что объявила тендер компания на услуги перевода. Компания абсолютно в сфере моей специализации, то есть мы вот идеально просто друг к другу подходим. Они запросили там очень много документов, я выслала им резюме, примеры своих переводов, в общем, такой вот какой-то у нас долгий был процесс этой вот переписки. Даже мы заключили, мне подтвердили, что да, вы прошли, значит, наш конкурсный отбор, даже мы подписали контракт, и потом ничего не произошло. То есть ко мне никто не обращался с заказами с какими-то, да, конкретными. И я напомнила в какой-то момент там о себе пару раз, а потом думаю, ну окей, то есть я для себя сделала какой вывод, что, наверное, я попросила какую-то очень высокую цену, да, кто-то другой предложил какие-то тарифы поменьше, и, наверное, к ним поэтому и обращаются. Вот, и как-то забыла тоже об этом. А потом на каком-то для другого клиента на мероприятии тоже я перевожу и смотрю, что в списке докладчиков, собственно, представители вот этой вот организации, да, с которой у нас было это общение. Я думаю, надо как-то вот пообщаться, значит, на эту тему. И опять же какая-то кофе-пауза, я смотрю, что этот вот представитель организации стоит, пьет кофе как-то сам один, одинокий, я думаю, ну нельзя же так. Беру кофе, тоже подхожу. Но какой-то я не сразу в лоб, конечно, с визиткой, то есть я как бы просто какую-то светскую беседу в начале, плюс я его должна была действительно позднее переводить, поэтому спросила, то есть не будет ли каких-то там раздаточных материалов либо каких-то видео, каких-то нюансов там в плане перевода его доклада. Он говорит, да нет, ничего не будет, ой, а вы переводчик? Я говорю, да. Он говорит, а нам тоже нужны услуги перевода, мы вот обращаемся к переводчикам, у нас часто такая потребность есть. Я говорю, да я знаю, я вам даже вот на тендер к вам подавалась, да, и даже мы с вами контракт подписали, но почему-то заказов нет. И он говорит, Анна, вы знаете, нам столько резюме просто приходит много, и у нас был какой-то опыт такой вот негативный сотрудничества с какими-то новыми людьми в прошлом, что, ну, в общем, оказалось, что они не обращаются к переводчикам, которых они либо не знают лично, либо кто-то этих переводчиков им не порекомендовал, да. И поэтому, поскольку мы уже познакомились, то есть он увидел, что я как-то с другими клиентами в этой сфере работаю, да, я вообще в принципе там адекватный, да, в целом человек, то он сказал, что окей, будем работать, и пока я, собственно, тогда долетела, да, с места там мероприятия там в Киев и открыла свой ноутбук, то там меня уже ждал, собственно, заказ от этой компании, и мы уже года три активно работаем, то есть это один из моих любимых и самых таких активных клиентов, поэтому, ну, вот не лишнее, какой-то лишний раз о себе напомнить, собственно. И третий пример – это у харизматичной докладчицы Самантия о том, как визитка и доброе слово привели нас к долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. То есть это, опять же, был какой-то синхронный перевод для еще там одного клиента моего, и это был тренинг, то есть и тренер, она из международной организации с офисом в Женеве, очень хорошо все было организовано, то есть нам предоставили материалы, презентации заранее, она очень хорошо говорила, и в какой-то момент она говорит, что тематика была что-то там о правах человека, и Саманта в какой-то момент говорит, что мы в следующем году планируем подготовить несколько публикаций, которые будут, ну, вот участникам она говорит, будут вам полезны, и мы даже планируем на русский язык переводить. Я тут делаю себе такой mental note, что, собственно, они пользуются такими услугами письменного перевода, и просто в какой-то там обеденный перерыв опять же подхожу к ней и говорю, что, ну, опять же, да, то есть не в лоб, да, не сразу с визиткой, потому что, чтобы не пугать людей. Вот, я просто говорю, что спасибо большое, вас так приятно переводить, вы хорошо говорите, так все структурировано, и нам все материалы заранее дали, вот, ей приятно, да, она говорит спасибо, и все, я говорю, а вы вот еще говорили, что вы будете переводить руководство, я услуги письменного перевода тоже, собственно, предоставляю, поэтому, если что, вот моя визитка, и можем вот как бы пообщаться. И, по-моему, я потом ей еще написала имейл, чтобы, ну, вот, как бы, опять же, да, какое-то такое формальное очень, чтобы было приятно с вами поработать, и если что, это мой имейл, пишите. И, собственно, в следующем году эти руководства я для них уже переводила, и это был, наверное, один из моих самых таких вот в финансовом отношении выгодных заказов, собственно, за мою фрилансерскую карьеру. И потом, когда уже началась пандемия, и это тотальный онлайн, то несколько раз они обращались также ко мне за услугами уже устного перевода. Поэтому, ну, вот опять же, да, то есть просто выйти там из кабины и подойти там пообщаться с кем-то из там тренеров либо докладчиков, то есть какая-то организация, которая потенциально для вас также может быть заказчиком, то есть это что-то очень простое на самом деле, но что-то, что, ну, вот большинство коллег из моего опыта просто, ну, как-то упускают из виду, либо не считают там нужным делать. Но, по крайней мере, это, знаете, как намного эффективнее, чем просто делать какую-то рассылку резюме, да, потому что рассылка резюме, вот у меня такой образ возникает, как такую сеть закидываешь в море, да, и, ну, может быть, что-то туда вот поймаешь, а может быть и нет, и что непонятно. Вот, а это такой больше такой снайперский подход. Ты так выходишь и видишь сразу своего клиента, знаешь, что ты ему можешь быть полезен, вот, и вы сразу на эту тему можете пообщаться. Вот, собственно, так, и сейчас я хочу уже скоро начать наше обсуждение, и если что, мои контакты, если какие-то вопросы останутся после. И хотела так в заключение уже сказать, что я недавно случайно нашла блокнот, который я себе заводила вот четыре года назад, когда стала фрилансером. И я там писала вот свои цели, как такие финансовые, да, там по загрузке, там, и, в общем, всякие разные цели. И там у меня был такой список моих, такая карта визуализации, список моих заказчиков, которые, как я считала, вот, организации там какие-то международные, с которыми я хотела бы поработать, да, и могла бы быть вроде бы им полезной с учетом вот своей специализации. Я нашла этот блокнот, открыла и смотрю, что со всеми этими компаниями, собственно, за четыре года я поработала. То есть кто-то из этих компаний, да, это мои там сейчас постоянные клиенты, то есть какие-то обращались там буквально несколько раз с какими-то проектами, кто-то, может быть, разовое сотрудничество это было. Но все равно мне было очень неприятно на самом деле. И, ну, тоже мне еще раз напомнило о том, что, конечно, мы как переводчики в первую очередь должны такой основной акцент делать на качестве нашей работы, да, чтобы мы предлагали качественную услугу. Но в то же время не забывать о том, что об этой услуге мы должны, собственно, рассказать, да, о том, чтобы заказчик знал, что к нам можно обратиться. Вот. Ну и спасибо большое за внимание. Спасибо. И буду благодарна, если вы, собственно, поделитесь либо своим опытом, либо, может быть, у кого-то есть какие-то комментарии или вопросы. Тоже буду рада ответить. Просто потрясающе. Открыв рот, все это смотрела. Вот реально долгосрочная стратегия развития устников-фрилансеров. Вот просто идти по шагам, и все будет. Ну, я потрясена. Спасибо большое. Спасибо. И первый вопрос от меня. Мы, я знаю, мы уже раньше об этом говорили, да, какое-то огромное преимущество для устного переводчика, быть милым, общаться, общительным. А вот что ты посредствуешь людям, типа меня, вот я тоже захожу в кабинку, иду вдоль стеночки, чтобы меня, не дай бог, никто не заметил. Нет, ну, честно, я сейчас не вру. Вот. И я понимаю, что вот, да, вот там есть люди, они мне потенциально интересны, но они мне не знакомы, и как бы я не могу к ним подойти. И что такое small talk, я, в принципе, знаю, но практиковать не умею. Что ты посредствуешь таким людям, как я? Я подозреваю, что среди нас очень много таких, как я. Ну, во-первых, Вика, извини, но ты не создаешь впечатления такого человека. Ну, окей, если мы представим себе теоретическую Вику, которая так себя ведет обычно, то, ну, смотрите, если вас, например, позвали на какой-то перевод, то как минимум вы уже знакомы с вашим заказчиком, вот теперешним, да. То есть хотя бы пообщаться с этими людьми для того, чтобы, опять же, если это, например, ваш первый контакт, чтобы вы запомнились, да, чтобы, опять же, можно там еще раз там оставить какую-то визитку, можно там подружиться потом в Фейсбуке, да, если вы там, например, ну, не знаю, знаете имя человека, да, и он вам действительно интересен. То есть можно делать так, можно делать, ну, даже просто, знаете, вот как мы тоже, да, вот сегодня собрались на конференции, то есть есть какие-то люди, которые очень хорошо друг друга знают и которые такими там группками, да, тусуются. Есть люди, как правило, всегда есть люди, которые… Это новый человек в организации, например, да, какой-то там новый директор проекта приехал, он вообще никого не знает. И с вами, как правило, будут на самом деле рады пообщаться. И даже если вы просто там за каким-то общим там столом, скажем так, посидите, но только не только с вашими коллегами, да, например, а также с вашими потенциальными заказчиками, и вы услышите, что, например, у кого-то есть собака, да, и он очень любит эту собаку, а у кого-то там детки, которые там, не знаю, значит, там выбирают им сейчас школу или еще что-то, то какая-то такая тема вообще, которая не касается работы, специализации и так далее, какая-то такая общечеловеческая тема, она может тоже как-то стригерить такой хороший разговор. И просто уже на этом тоже строятся на самом деле контакты. Вот, поэтому, ну, то есть какими-то старш-смол, да, с каких-то небольших таких шагов можно начинать. У меня тоже не такая натура, что я прямо иду и со всеми сразу общаюсь, но в какой-то момент это можно делать осознанно. То есть как просто воспринимая себя в данный момент как бизнес, как проект, а не просто как девочку, там, Вику или Аню. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Мне вот уже передали микрофон, я воспользуюсь как со-модератор. Вот ты сказал на самом деле очень классную фразу, что когда ты очень много переводишь на какую-то тему, да, ты, конечно, еще не медик, но, допустим, ты знаешь уже столько же, сколько менеджер определенного проекта. Ну и у меня, я думаю, многих коллег, которые очень активно специализируются, у них такое бывает. И бывает, что ты кого-то переводишь, и ты уже, ну, может, там, допустим, не знаешь больше докладчика, но ты, допустим, знаешь, как там лучше расставить акцент или еще что-то. Ну, в синхроне у тебя эта мысль промелькнула, а ты себе работаешь. Но вот в последовательном переводе, например, иногда вот есть такой соблазн как-то вот чуть получше перевести, например. Ну, я в себе эти порывы пока что успешно душу, но я, например, смотрю, как работают другие коллеги, они себе не отказывают в том, чтобы перевести и потом еще дообъяснить. Вот скажи, бывает ли у тебя такое, и как ты считаешь, что с этим можно сделать, и стоит ли что-то делать? Да, спасибо за вопрос. У меня было такое, и даже было не только такое, а еще хуже. Когда я речь шла о человеке, да, то есть рассказывали о человеке, я поняла, кто это, и назвали имя человека, а я для того, чтобы лучше поняли, о ком речь, добавила фамилию. И потом я увидела круглые глаза спикера, потому что, то есть не хотели на самом деле говорить очень конкретно, да, то есть хотели сказать просто условно о Маше, а я сказала, что Маша Пупкина, вот, потому что я же знаю, и могу вообще много о Маше рассказать. А потом я, ну, я поняла, что от меня этого не ожидалось, и вот как бы совсем даже наоборот. И я тогда для меня это был такой, ну, сигнал того, что, да, я могу что-то больше знать, я могу знать о людях, об организациях, об их какой-то истории, но я все-таки переводчик, да, и я перевожу ровно столько, сколько сказал спикер, потому что у человека могут быть свои причины, почему он сказал именно столько. Если будет непонятно, то у аудитории всегда есть возможность уточнить, задать какие-то вопросы, да, но, то есть мы не всегда точно знаем, да, просто человек сказал недостаточно понятно, потому что вот он такой не очень хороший спикер, либо за этим что-то стоит. Поэтому вот не надо, наверное, все-таки от себя добавлять. У меня микрофон. Вот. Аня, спасибо большое за доклад. Прям спасибо, мне кажется, за такими докладами и ездят на Ютик, как за твоим. Спасибо огромное. У меня скорее не вопрос, а комментарий. Когда ты начинала презентацию, ты говорила о том, как выбиралась специализация, и я зацепилась за твою мысль о том, что специализация выбирается еще по духу, особенно вот как раз в каких-то сенситивных темах это может сыграть. То есть это немножко перекликается с вопросом Светланы к Ане, к предыдущему докладу, да, как выбрать и как углубиться в эту специализацию. Мне кажется, иногда это какой-то органический процесс, потому что ты не просто интересуешься, возможно, ты по духу с этой темой как-то, ну, соприкасаешься. И даже если бы тебе не нужно было бы переводить, ты все равно бы был близок к этой теме. У меня был такой случай, когда пришла заказчица, предложила мне заказ, я сказала, класс, я хочу переводить у вас на мероприятие, у вас классное мероприятие. И она мне ответила, да, наверное, это будет классно, потому что я читала ваши посты на фейсбуке, наверное, будет вам интересно у нас попереводить. Вот, поэтому такая ремарка, что, наверное, специализация — это еще и близость по духу, особенно в определенных темах. Но, с другой стороны, здесь как бы нужен компромисс, потому что есть внутренний процесс самим собой, да, там, вот, что мне интересно, что мне близко. С другой стороны, есть конъюнктура. Вот, хорошо, когда тебе близка медицина, потому что и в ходе пандемии вообще социологи предсказывают, что здравоохранение будет очень актуально, старение населения и все остальное, поэтому повезло тем людям, которым, наверное, здравоохранение близко по духу. Спасибо еще раз. Спасибо за комментарий. На самом деле так, да. То есть у меня, когда я пришла вообще работать в благотворительный фонд, у меня был такой просто очень сильный такой душевный подъем, потому что, во-первых, тема была о людях и для людей. И мне было настолько интересно, что я могла просто не в рамках подготовки к чему-то, а просто включать какие-то видео, что-то слушать об этом и так далее, смотреть, читать. Мне было действительно очень интересно. Но я знаю, что это так не для всех. То есть у меня были комментарии иногда, коллег, что «Ой, это все вот о болезнях». «Ой». Ну что ж, я понимаю, что это не то, что просто человек действительно, он потом может себя в каком-то подавленном состоянии чувствовать, потому что вокруг вот говорят об этом, обо всем, и для кого-то это может быть таким вот неприятным грузом. Поэтому действительно тут каждому свое. Спасибо. Иду дальше. У нас много вопросов. Здравствуйте. Вот как раз в тему у меня вопрос к вам. Скажите, как подготовить себя на плавный переход на другую тему? Ты не можешь там в одну ночь проснуться и сказать, а вот сегодня хочу заниматься медициной. Что стоит сделать, а чего не стоит? Ведь ты не пойдешь поступать в мединститут, чтобы на первый курс, чтобы понять, как там, не знаю, оперировать. Что стоит делать? Читать книги, смотреть видео на Ютубе, посмотреть весь там сезон «Доктора Хауса», я не знаю. Как себя вот подготовить и какие пределы, да, есть этой подготовки? То есть что будет занадто, а что как раз то, что нужно? Спасибо за вопрос. Да, конечно, резко, мне кажется, что ничего делать в любом случае не нужно. Но просто, например, если вы работаете, ну как я бы для себя так понимала, да, если вы работаете в разных-разных темах, и вдруг вы понимаете, что что-то вам ближе, да, а что-то вам интереснее. Ну это просто, ну, во-первых, стараться соглашаться, да, если вам предлагают на эту тему переводы, то стараться их брать, да, стараться больше на этом делать акцент. Вот, ну и, конечно, то есть, ну, насчет того, что читать, смотреть и так далее, мне кажется, вот что вам ближе, да, то есть, например, мне в последнее время, вот если я особенно много с текстами работаю, вот как переводчик, мне потом сложно сесть еще и очень много читать. То есть, мне вот проще, например, включить там YouTube, и очень много сейчас там, опять же, те же самые конференции, все выложено, ну, все не все, но много чего выложено в открытом доступе, да, то есть, можно найти материалы там и аудио, и видео, и, то есть, понемножку продвигаться в этом, смотреть потом, то есть, насколько что получается, конкретным заказом просто готовиться, и, ну, то есть, в процессе, да, чем больше вы будете на этом делать акцент, тем, собственно, и лучше. Ну, если, я просто не знаю, каким переводом вы занимаетесь, либо письменным, либо устным, но если это письменным, да, ну, то есть, опять же, это, мне кажется, и если у вас, поскольку будет расти уровень вашего перевода, да, уровень вашего профессионализма, то, собственно, к вам будут и больше обращаться, и вас будут рекомендовать кому-то другому тогда, да, и о себе будет проще уже заявить, когда у вас уже будет в вашем резюме, да, например, достаточно много уже на эту тему каких-то таких, да, проектов, поэтому, ну, просто нужно, да, принять это решение, постепенно к нему идти, я думаю, что, ну, в процессе все произойдет, как бы просто не сразу, а постепенно. Спасибо большое за доклад, но у меня, наверное, будет немножечко такой провокационный вопрос, потому что мы знаем, что в переводческом сообществе разрабатываются стандарты, этические стандарты переводчика. И мы о них поговорим чуть позже. Мы о них поговорим чуть позже, да. И если у вас прямой клиент, конечно, все понятно, вот действительно подходим, раздаем, общаемся. А если на заказ пригласил коллега, а если на заказ вы пошли от агентства, насколько этично будет, вот тогда, опять же, предлагать уже свои личные услуги как фрилансера, потому что из личного опыта тоже скажу, что агентства всегда говорят, ни в коем случае вы представляете нас, ну, и мне кажется, что по отношению к коллеге тоже, наверное, будет не очень этично. Ну, спасибо за вопрос. Да, действительно важный вопрос. Я не работаю с бюро в данный момент. То есть я работала с бюро переводов раньше. Конечно, да, когда ты идешь на заказ. Но, понимаете, опять же, есть разные ситуации. То есть подойти к тому же клиенту, ну, вот, например, да, там, условно говоря, там, в моей сфере, там, специализации, если там меня бюро позвало на заказ к Всемирной Организации Здравоохранения, если я подхожу к ним, да, либо даже они меня спрашивают, вот, а можно ваши контакты. И я не давала свои контакты. Ну, то есть я как бы могла проафишировать свое имя, да, ну, то есть, как бы, понятно, меня же как-то зовут все равно, да, то есть, в принципе, опять же, у заказчика, с одной стороны, есть возможность вроде бы как меня найти каким-то другим образом, да, но, с другой стороны, я не ставила перед собой точно такую цель, потому что, ну, мне кажется, вообще, если вы работаете с бюро переводов, я не очень много работала с бюро переводов, но это ваш заказчик, да, то есть вы не хотите потерять его, потому что от этого бюро у вас, скорее всего, будет больше заказов, чем от потенциально, да, от какого-то проекта. Но бывают, знаете, такие ситуации, ну, тоже вот у меня было такое, что я прихожу на переводы, это один заказчик, потом мы просто сидим там, обедаем, либо там пьем кофе, и какие-то другие абсолютно люди из других организаций, и они вот меня уже, да, там спрашивают, что, там, Аня, вот нам понравилось, как вы переводили, а можно там вашу визитку? И я как бы, я говорю, что я сейчас перевожу от бюро переводов от такого-то, если что, можете обращаться. Но они говорят, не-не-не, мы с бюро вот работали, но, ну, то есть, если это уже не заказчик, да, а это какой-то, или это мы уже вообще вышли, да, там, с локации, там, идем, не знаю, к условному такси, или там, к метро, и, то есть, это как какое-то уже такое общение, больше межличностное, то, ну, как по мне, то, возможно, это допустимо. Но ни в коем случае, конечно, не забирать клиентов у бюро и у вашего коллеги. Что касается коллеги, то тут скорее моя бы задача была, наверное, если бы я пошла на заказ по своей специализации с коллегой, продемонстрировать себя коллеге, чтобы коллега потом брал, либо брала меня с собой на последующие заказы. То есть, тут это наш, условно говоря, клиент, можно тоже так сказать. Спасибо большое. Есть вопрос у Светланы. У меня такое питание. Вопрос. Как пить кофе с условным Василием или с Амантой онлайн, когда каждый работает из домашнего офиса, как мне к ним подойти, как мне пообщаться с каким-то условным мармеладка 2012 или с котиком на аватарке. Да, онлайн вносит свои коллективы, безусловно. Ну, во-первых, я не знаю, как у кого, но все равно есть какие-то оффлайн мероприятия, и когда это оффлайн, нужно уметь воспользоваться возможностью. А если это чистый онлайн, то мы можем и онлайн, и общаться. Если это какой-то ключевой спикер, можно либо... Либо... Ну, что бы я сделала, если бы мне было интересно сотрудничество, снова-таки можно обратиться в Фейсбуке, в Линкет-Ин, предложить дружбу. И в рабочем даже плане предварительно уточнить что-то, касающееся презентации, материалов. То есть начать рабочий разговор, а потом сказать, что вообще я работаю как фрилансер, и вы можете ко мне обращаться. Можно так. Можно в моей сфере, я знаю, что есть такие профессиональные сообщества, группы, и уже какие-то люди, которых вы встречали на мероприятиях, они что-то начинают обсуждать, и вы тоже вмешиваетесь в хорошем смысле, принимаете участие в диалоге, и из этого тоже может что-то получиться мне. Питания. Дуже дякую за... Мені дуже цікаво почути про нетворкінг. Мені цікаво, як ви оцю ситуацію з пандемією пережили. Чи клієнти просили вас перекладати віддалено? Чи ви перекладаєте на таких віддалених платформах, як, скажімо, Кудо? Чи всі ваші клієнти попросили вас перекладати віддалено? А також, чи є ви частиною якоїсь професійної організації, асоціації, скажімо, АІКУ, а може, якоїсь місцевої організації? Або, чи ви є на якихось платформах, як Проз? Дякую вам за питання. Для мене пандемія просто змінила режим роботи. Ми поміняли, яким чином ми працюємо з клієнтами. Але на той час, коли почалася пандемія, в мене вже було своє портфоліо прямих клієнтів. На Русський. На Русський. У мене були клієнті, з котрим ми вже працюємо онлайн. В більшість случаїв клієнті пользуються Zoom. Вони не пользуються платформами RSI. Ну, так і буде. Як-то я к этому пристроилась. Сейчас, на данный момент, я не іщу активно клиентів, я поэтому не могу сказать, що я зарегистрировалась на каких-то платформах і там іщу клієнтів. Нет, ми скорее іщем способ, яким образом продовжити наше сотрудничество на время пандемії. Що каціється профессіональних ассоціаций, нет, я не вхожу ні в які ассоціации, хоча мені кажеться, що це чудесна можливість і чудесно, коли організація така профессіонально можливостями. Нетворкинга, вот такая конференція, какие-то другие профессіональні встречи в нашому городі или в інших местах, які-то там онлайн-встрічі, или где-то ми собираємся на кофі или вина выпить і поговорити о роботі. Ну, так теж можна встретити колеги, які поделяться когда-нібудь потом роботи, якщо у них вдруг у них буде слишком багато. Спасибо, і ви приймем последний вопрос. Не хочу забирати у вас перерыв в таку погоду, коли нужно пойти выпить чаю, кофе, можна глинтвейн уже готов, кто знає. Спасибо. Яка, Анна, є? Спасибо, Анна. У мене вопрос связывався с предыдущим. Может, у нас есть какие-то платформы или онлайн-платформы, где можна себя представить как начинающего переводчика-фрилансера? Вы говорили, что у нас есть какая-то ассоциация, организация переводчиков. Может быть, вы тогда расскажете, что это просто для информации. Какие платформы? Ну, иногда такая бывает ситуация, что в Фейсбуке есть целая куча групп переводческих, украинские проголодачи, и там русскоязычные, англоязычные, к ним присоединяются коллеги. Ну, например, кто-то из этих платформ выходит и рассказывает, меня зовут Аня, я перевожу такие-то у меня услуги перевода, я на самом деле не вижу смысла там об этом рассказывать, там все переводчики, там всем нужны клиенты. Вам же нужно где-то представить себя клиентом, потому что коллегам скорее интереснее видеть результаты работы, чтобы они может быть могли вас пригласить на какие-то мероприятия, поэтому я бы скорее отталкивалась от клиентов, которые у вас уже есть, расширять с ними сотрудничество, что касается организаций Украинской Ассоциации Переводчиков, я про нее не так много знаю, я в нее сейчас не вхожу, поэтому тут, наверное, вам расскажут те, кто знают больше, но такая организация есть, к ней можно присоединиться. Давайте поаплодируем Ане за такое живое обсуждение и Спасибо за субтитры